14 февраля в Женеве началась 73-я сессия Комиссии ООН по экономическим, социальным и культурным правам. На встрече также присутствовали некоторые международные правозащитные организации, в том числе Всемирный Уйгурский Конгресс, на котором обсуждалась приверженность китайского режима международным конвенциям. 15 февраля, когда представители китайского режима допрашивали в Комитете ООН по экономическим, социальным и культурным правам, уйгуры со всего мира собрались перед Центром Вильсона ООН в Женеве для организации Всемирного Уйгурского Конгресса. Уйгуры, собравшиеся перед зданием ООН, выразили свой гнев и ненависть к геноциду и преступлениям против человечности, совершенным китайским режимом против уйгуров, протестами и заявлениями для прессы. Чтобы сократить население уйгурских турок и увеличить количество китайцев в регионе, китайское правительство предоставляет деньги и возможности трудоустройства китайцам, которые женятся на уйгурских турчанках. В недавно опубликованном отчете, базирующегося в Вашингтоне уйгурского правозащитного проекта, говорится, что назначенные китайцами местные власти в Восточном Туркестане принуждали уйгурских турецких женщин в регионе вступать в браки по договоренности с китайскими мужчинами, используя для этого финансовые стимулы и шантаж. Отчет был создан на основе официальных политических документов, сообщений в социальных сетях и интервью с уйгурскими турками, проживающими за рубежом. Отмечается, что уйгурским турецким женщинам угрожали, что они или их семьи будут отправлены в концентрационные лагеря, если они откажутся выйти замуж за китайцев. Из соображений безопасности в Австралии все камеры и системы внутренней связи, произведенные китайскими технологическими компаниями, начали вывозить из офисов федеральных законодателей. По сообщениям местных СМИ, представители Министерства финансов заявили, что в 65 офисах установлены камеры видеонаблюдения, разработанные и изготовлены китайскими технологическими компаниями Hikvision и Dahua. Заявив, что камеры начали демонтировать из соображений безопасности, власти подчеркнули, что камеры видеонаблюдения, уже установленные в 45 офисах, будут демонтированы вместе с системами внутренней связи. Министерство обороны Австралии объявило 9 февраля, что все камеры, произведенные китайскими технологическими компаниями, будут удалены из здания из-за соображений безопасности. Официальный представитель МИД Китая Ван Винбин заявил, что с мая прошлого года американские высотные воздушные шары более 10 раз пролетали над Восточным Туркестаном, Тибетом и другими местами без разрешения Китая. Ван также отрицал, что неопознанные летающие объекты, ранее обнаруженные в восточном пространстве Японии, могли быть китайскими высотными аэростатами, предупредив страну не идти по пути США в этом отношении. Прошло полторы недели после двух землетрясений в Кахраман-Мараши, которые глубоко потрясли Турцию. Помимо государств, протянувших свою братскую руку в тяжелые дни Турции, восточные туркестанцы, проживающие по всей стране, мобилизуются, чтобы залечить раны жертв землетрясения. Согласно исследованиям Уйгур-Ньюс в социальных сетях, 500 уйгурских турок до сих пор работают в зоне землетрясения. Продолжение следует...